Здравствуйте, друзья! Не только в Африке, но и в России вещает программа Неформат на частоте радиостанции Юмор-ФМ. Из прямого эфира, который вы слушаете каждую неделю, вы узнаете самые свежие новости в комментариях главного героя, ведущего этой программы, Михаила Задорнова, который сегодня с нами в студии. Добрый день! Я уже соскучился по вам, дорогие радиослушатели, потому что был в далекой поездке, в нескольких городах выступал, но и не просто выступал, а ходил по музеям, по улицам. И это было очень интересно. Конечно, не терпится поделиться наблюдениями, но я предлагаю наблюдениями не только сатирическими, но и антисатирическими. Поскольку меня сегодня многие стали называть антисатирик, особенно в живом журнале, на меня очень много нападок, мол, зачем вы пишете о чем-то хорошем в нашей стране? Вы же сатирик, а хорошего у нас ничего нет. Вот до чего мы сатирики довели в свое время народ наш. Они все время ищут популярность за счет того, чтобы что-то критиковать. Но я видел много, конечно, интересного, но я думаю, это припасти как изюминку чуть попозже рассказать об этом. А сейчас, может быть, Максим, я не знаю, может провести разминку, как мы с вами традиционно это делаем. Да, давайте нашу традиционную неформатную разминку. Друзья, вы являетесь тоже нашими соавторами, для того, чтобы программа была еще веселее и остроумнее. Присылайте на 8870, на короткий номер, в гостевую книгу на сайт веселоарадио.ру. Там, кстати, работает и онлайн-трансляция, вы можете посмотреть, что происходит в студии. Ваши наблюдения. Да, мы очень хорошо сегодня с Максимом выглядим, свеженький, я из путешествий, пожалуйста, в онлайне смотрите. Да, присылайте ваши наблюдения, сообщения, которые вы видите, объявления, может быть, название каких-то ресторанов, кафе, блюд из меню и так далее. Мы все постараемся зачитать, чтобы... Да, вот блюда из меню, вы очень точно сказали. Я же вынужден ходить в кафе, в гастролях и в рестораны. Ну, естественно, в рестораны при гостиницах. Ну, вот такое первое наблюдение. Это, конечно, я не мог не хохотнуть, увидев в меню закуску. Называется сельдь Тихоатлантическая. Вот как-то сразу два таких совмещенных океана. Из Тихоокеанской России. Мы сегодня будем об этом говорить, о предложении Дмитрия Рогозина переименовать Дальний Восток. А в другом городе, в кафе, два блюда мне очень понравились. Я бы их съел, если бы я мясо ел. Ну, первое, это салат с телечьим языком. Никогда никто не догадается, как гениально его назвали. Молчание телят. У телят это... Сколько подсмысла в этой шутке. Ну, то, что мне лично есть, сразу расхотелось, хотя я мясо не ем. Но, вот первое место я бы из всех этих блюков дал следующему. Названию. Запеченные куриные крылышки. Готовы, да, как говорится, запеченные куриные крылышки, называется прерванный полет. А с Вятки, значит, я выхожу из гостиницы. Ой, простите, в городе Тотьме. Ой, вы все, и у меня спутались все города. Простите, есть такой город, Воткинск. Кстати, очень интересный город, там родился Чайковский. Ветчане и тотмитчане сейчас расстроились. Расстроились все. Они так обрадовались. Я проезжал этот город. И, знаете, мы ехали на машине, и я так спал, спал, глаза открываю. Ой, какое озерцо. Дети играют на озере. Такие аккуратненькие, симпатичненькие. Я говорю, остановите, что Воткинск. Ну, я знал об этом городе как о городе среднего машиностроения. То есть, значит, оборонные заводы были очень секретные. Ну, там Чайковский родился, музей Чайковского. Вообще трогательный, очень симпатичный город. Но детишки играют на берегу в прятки. И я так вышел на берег. Они говорят, дядя, побегайте с нами. А здесь-то меня так тронуло. Мне говорят, да не, дети, у меня уже подагры. Что такое дядя подагры? У нас такой смешной разговор. Вы, наверное, сатирик. Я попал, да. Я попался с вами подагры. Оправдаться решил перед чистой душой детишками. Но так отошел от них. И парень кидает шишками. Такой небольшой лес рядом с берегом. Редкий лес, но шишки есть. И он кидает в девочку. Он так стоит грустно-грустно. Говорит, не кидай, пожалуйста, дебил. Это было так трогательное. Вот это символ детей России. Вежливость сегодняшняя. Но незнание значений слов. Она наверняка слышала, как мама говорила папе, но не понимает, что это значит. Она думает, что это ласковое слово. Так ласково произнесла. Ну и что еще интересно, конечно. Журналистка написала в одной... Я не буду говорить, в каком городе. Потому что я не хочу подставлять весь город. Решают, что там все такие. Да нет, одна журналистка нашла. Говорит, я нас пресс-конференции. Столько узнал от задорного нового про нашу историю. А у меня во всех городах были пресс-конференции. И я готова его слушать всю ночь с открытым ртом. Написала. И это вылетело бы в местную сеть. Конечно, хотя бы всю ночь не писала бы. Ну и мне пришло письмо очень интересное, с великолепной совершенно наблюдашкой. Представьте себе, друзья, кто был на Кипре. Ну, неважно, кто был в Турции. Кипр это одно и то же. Все равно наши союзные республики обе. И множество туристов. Ну и, конечно, немцев и там, и там. И вот три больших кактуса на Кипре. Таких, как генеалогические деревья. Они ими гордятся. Они породистые, эти кактусы. С такими листьями могучими. Ну и, естественно, эти листья исписаны только на русском языке. Катя плюс Сережа. Там неприличности какие-то. Вырезаны на листьях кактусы. И дальше, вот, приготовьтесь точняк. Идут два немца, останавливаются. Я хрюкаю, когда я очень доволен. Смотрят на эти кактусы. Вот, ребят, пожалуйста, остановите машины, кто за рулем. И говорят, как на Рейхстаге. И грустно пошли дальше. Друзья мои, я потом поделюсь впечатлениями и другого рода о наших городах. Потому что я заинтригурую вас только одним. Россия преображается. И не надо думать, что жизнь только существует в Москве или в Петербурге. Это ложь. Это неправда. Ложь изначально в русском языке означает следующее. Ложь это то, что положено сверху. То есть это поверхностное знание. Неуглубленное. Вот что называлось ложь. И так вот это поверхностное знание. Для того, чтобы судить Россию, надо проехать по многим городам и увидеть. Не везде, конечно, все одинаково. Но это очень интересно. Я очень доволен тому, что я побывал в разных российских городах. Ну, попозже, к слову, где-то буду рассказывать о своих наблюдениях. Я просто хочу сказать, что для нас иногда очень важно, кажется, во время отпуска нужно поехать за рубеж, чтобы что-то там посмотреть интересное. Побродить по старинным улочкам старых европейских городов. Может быть, поездить на автомобиле по американским прериям и так далее. Но, общаясь с Михаилом Николаевичем, каждый раз, когда он приезжает на программу, я узнаю столько много нового о России, о том, что внутри нашей страны происходит. Михаил Николаевич, ваша поездка по стране. То, что вы обещали нам рассказать. Самое главное наблюдение вот какое. Сегодня у нас в России, вот представьте себе, что вы разговариваете не с сатириком. Хотя, может, даже интереснее, чтобы об этом говорил сатирик. Если у человека есть дисциплина, руки и профессия, он может нормально жить. Для меня сегодня, ну, исключая, действительно, старых людей, которые попали в ужасную ситуацию в связи с малыми пенсиями и нехваткой денег даже на еду нормально. Но вот молодые люди, они могут заработать нормальные деньги. Возможности существуют. И для меня вот эти люди трудоспособные разделились в России на две категории. Созидатели и страдальцев. Когда-то под вашим любимым городом Владивостоком, в деревне, я помню, мои знакомые хотели, чтобы им крыльцо отремонтировали, два страдальца местных. А они такие вроде рукастые, но ленивые, недисциплиняные. Тебе сказали, 20 тысяч нормальные рублей нам цена. Ну, нормальные деньги за это дело. Но мы не будем. Почему? Да не хочется. Знаете, у нас баня, потом надо ягоды собрать, завтра похмелка будет. Ну, как, святое дело похмелиться. И мои знакомые говорят, ну, тогда дайте кого-нибудь другого из ваших знакомых, кто может это дело сделать за эти деньги. А тебе говорят, да не, вы что, это что, кто-то заработает, а мы нет, что ли? И не дали, не дали. И вот такая ситуация в России довольно часто встречается. Причем, к сожалению, как русские, скажу, что русские очень неприглядно выглядят в этом деле. Очень много лентяев, велоумных. И вот, например, город, не город, а вся губерния наших ведических предокам принадлежала. Вологда, Вологодщина. Выглядит ужасно. И вот сейчас пришло уже письмо на наш первый выход в эфир до рекламы. Вот я сейчас прочитал, мол, расскажите о состоянии дорог. Так вот, очень интересно, подъезжаешь к городу, набережные Челны, 20 километров освещены сверху красивейшими фонарями, как между Ницей и Канами. Но там эта дорога меньше, и фонарей меньше. Красотень. Вообще, если вот мне куда-то переезжать, я хочу в Нижнекамск уехать. Небольшой город, молодой, назывался Брежнев. Чтят Брежнева, не плюют в память в советское прошлое, потому что Брежнев придумал этот город. Ну, не Брежнев, но все-таки в годы его правления. Сегодня много говорят о Сталине, а, между прочим, забывают про Брежнева. Добрый пацан был, недаром что выпить любил. Я жил в гостинице в Нижнекамске, я вам скажу, что получше гостиница, чем Георг Пятый в Париже. Аккуратнее сделано, новее. Тайские массажи, 50 метров длиной бассейн, чистая вода. Вообще, я вам должен сказать, по России гастролировать удовольствие. Я не езжу больше и в Израиль давно, но я вообще не люблю ездить к эмигрантам. Почему я должен ехать к тем выступать, кто от нас уехал? И я, и, слушайте, и мне гостиницы в России, в городах сегодня лучше, чем в Израиле, чем в Германии, чем во Франции. И, главное, устроители концертов не стесняются селить хорошо. Там же мотяры реальные на Западе. Они стараются тебя поселить в трехзвездочной, а тебе объяснить, что это пятизвездочный. Тебя до сих пор за лоха принимают. Что я хочу сказать? Русские города многие, российские города многие выглядят очень прилично. Но! Сейчас скажу страшно, на меня обидятся все. Предупреждаю, обижайтесь быстро, кто хочет. Как только есть какой-то другой народ, помимо русских, мгновенно преображается земля. Удмуртия, Ижевск. Восхитительная набережная. Восхитительный центр города. Цирк. Не верится, что такое могло возродиться у нас. Про Воткинский я сказал. Про набережные Челны. Казань, конечно, очень красивый город. Татары классно умеют работать. И вот я выхожу на вокзале. Мне нужно на каком-то вокзале донести вещи. Татарин пускай несет. Потому что он никогда не пьет. Он не пьющий. Татар-носильщиков не пахнет водкой. Однажды не было татар. Русский несет мне. Упал в лужу по пьяни. Ехал с тележкой. Даже за тележку держаться. Упал, встал и крестится. Мол, спасибо, что я что, не знаю, не булькнул или не разбился. А, знаете, Казань поражает тем, что не украли все деньги, которые выделены на универсиаду на тысячелетие. Это самый красивый для меня город в мире, который я видел на втором месте Сингапур. Но в Сингапуре нет Волги и нет Казанки. И нет этой величественной реки, наполняющей силушки берега. Мечеть Казанская. Ощущение ночи, что приземлилась луна где-то в Кремле Казанском. Ну, а Йошкар-Ола меня просто потрясла. Но я спал, ехали с Чебоксар. Я просыпаюсь, меня будят и говорят, вот, Сент, просыпайтесь сейчас. Мы приехали в Йошкар-Олу. Я открыл глаза, я думал, меня как-то разыграли, перенесли в Италию. Потому что я проснулся, а передо мной вот реально дворец Дожей. Только больше, нежели в Венеции. И покрашен лучше свежей краской. Я думаю, это у вас одно такое здание. Они говорят, пойдемте. Мы прошлись. Я стал подобен самому банальному туристу. Я вынул iPad и начал фотографировать. Ездить. Ну, когда мне показали памятник Рембранту. Ну, ладно, там Богоматерь. Это понятно все. Там святые, Ипполит, Эпоксид. Не помню. Ну, это ладно. Но Богоматерь тоже красиво. Но, друзья мои, при чем тут Рембрант? Можете мне сказать, ешь, Каролай и Рембрант. Рембрант даже не мечтал о таком успехе. Но реально стоит памятник. Я говорю, ну, надо же. И пока я немножко насмешничал, ну, по-доброму. Потому что все равно хорошо. Жители многие из Каролы теперь знают, что был такой художник, между прочим. А молодежь же действительно в Рембранта не въезжает. И вдруг мне говорят, сейчас мы вас повезем. И привезли меня к памятнику. Вот, клянусь, не вру, зайдите в интернет, посмотрите. Князю Монако. Сейчас принц Монако, а у него папа был князь. Вот этот князь, говорят, покончил жить самоубийством, когда узнал, что мы в Ешкароле памятник поставили. Просто от счастья покончил жить самоубийством. Я не въезжаю, почему в Ешкароле должен быть памятник князю. Ну, местный глава говорит, что он просто был хорошим человеком. Если действительно так, то классно поставить просто хорошим человеком. Вот. Да, меня это все очень порадовало. В России налажена новая система откатов у чиновников. Строй и откатывай. Есть за что. Не прямое воровство. То есть цивилизованная система заработка чиновников во всем мире. Такое ощущение, что наш милый Лужков растворился. Растворился, и частичка Лужкова зашла в каждого из мэ. Все плитками выложено. Выложено. Везде кирпичные заводы налажены. Принадлежат родственникам местных глав. Ну, слава богу, уже не президенты, а главы. От слова голова. В общем, смотрите, к нашим с вами прислушиваются высказывания. Мы же об этом давно говорили. Мы два года назад говорили, что ну какие президенты? Голова должна быть. И раньше было слово кормилиц и кормленец для губернаторов. Кормленец это тот, который посылается на кормление. Ему не платит Иван Грозный зарплату, а его кормит народ. Уже появились и кормильцы. Есть и кормленцы. И жалкое зрелище порой. Да, еще. Дороги. Если взять все хорошие дороги сегодня в России, вы знаете, их больше, чем хороших дорог во Франции. Потому что просто в России больше. Ну, конечно, не все. Есть просто такие, что хочется сказать, вот как на севере Вологды. Вот если меня слушают урологи. Вот знаете, у вас есть больные, мочекаменной болезнью. Пожалуйста, между Тотьмой, я знаю одну дорогу, и Верхним Устюгом. Вот если вы там один раз провезете на Жигулях, на Четверке своего больного, реально песок, камни высыпятся отовсюду, из ушей попрут. Со мной ездил немец в этой один. Он приехал изучать истоки арийских корней в Вологду. Вот честь ему хвала, он выучил русский. Ну, он из ГДРских знал этот русский. Но зря он приехал в Россию, зная русский язык. Потому что у него каждый день был шок. Его посадили с чемоданом в Жигули четверку, если кто помнит, что это такое. Но уж багажник не закрывается, и водила завязал на проволоку багажник. Вы представляете, что это для немца было? Тот говорит, и так поедет, он говорит, да, да, и держите, придерживайте, пока мы поедем. Рукой дверцу, потому что она хлюпает все время. Тот говорит, я не могу, ну как, ну 300 километров держать дверцу. Вы можете представить себе на этой дороге, которую я описал? Она с воздушными ямами. Она так, как на самолете раньше, на кукурузе. Глядишь, болтых и провалился. И тогда, говорит, ладно, вы немец, вы не умеете держать, значит, как наши. И завязал две дверцы Жигули, на проволоку замотал. Тот говорит, а как я выйду? Он говорит, ну если что случится, если перевернемся, я вас выпущу. Нормально? Немец, но самое гениальное, бедные, Вологда, потрясающе теплые люди, они мне сказали в Вологде, понимаете, мы на севере, нам надо согреваться не только одеждой, но и теплом. И они очень теплые, сердечные. Но ужасен быт. Я был в селе Пожарище. Пожарище они называются, не Пожарище. И мне там девки с бабами, в хорошем смысле этих слов, танцевали, пели такие танцы, которые, по-моему, напоминают движение структуры ДНК. Это какие-то древнейшие ведические танцы. Они мне рассказывали какие-то сказки. Это было очень здорово и интересно. Но этот быт... Мы садимся, вот последняя зарисовка в Вологде. Вот какая разница между... Я иногда думаю, неужели бедность оберег порядочности и сердечности? Хотя в Яшкарале тоже симпатичные люди были, несмотря на то, что быт там начала жевать. И вот последняя зарисовка. Я же напоследок как профессионал оставляю десерт. Мы садимся в одном городе, не буду говорить в каком, на очень далеком севере, на кукурузнике садимся, приземляемся. Слушайте, коровы на летном поле. Значит, летчик кричит в рацию. Уберите коров с посадочной полосы. Вы представляете, что со мной с немцем в этот момент происходит? Потому что я тоже отструктурирован бытом латвийским. Я как немец. Немец сразу за дверцу взялся. Он по привычке проволоку начал искать, чтобы самого себя прикрутить как-то. Оттуда крик. Как я тебя уберу из рации? Крик. Мы слышим, это же все открыто, это же маленький самолетик. Нас туда докинуть решили. Это именно добросить. Вот есть выражение, добросить. Нас добросить. И кричат ему. Как я уберу, кричит местный диспетчер. Как я уберу, это не мои кровы. Что, в общем, молодец. Тогда этот наш летчик кричит. Я не могу. Убери коров. Я должен безопасно посадить самолет. Я задорного привез. Тот кричит. Мне до одного места твой задорно. Он даже не знает, что я это все слышу. А немец знает, что и я задорно. И что коровы на поле. Для него микс фьюжн реальный. Сильный замес этого всего. И что вы думаете? Мы заходили два раза на посадку и пугали коров шумом наших двигателей. Вот так мы приземлились. А люди везде, в большинстве, в своем замечательном. И, проехав по России, последняя фраза. Я еще раз для себя понял, что замечательна была моя фраза, сказанная в 1988 году. Бессознательно. Теперь я ее говорю сознательно. В России теплых, сердечных, хороших людей гораздо больше. Но они, извините, хуже объединены. А сейчас реклама на юмор. Ну что, нормальные? Да, очень хорошо. Я предлагаю нам новости начать с Рогозина, который предложил переименовать Дальний Восток. Во что? В Тихоокеанскую зону. Ну не в Ближний, хорошо. Тихоокеанская зона или Тихоокеанский регион. Предложение. А почему? Потому что он говорит, что он никакой не Дальний Восток, он наш настоящий Восток. И мы прекратим... Можно в настоящий Восток запросто? Прекратить, ну как бы называть его Дальним, потому что это... Ну как бы люди, которые живут там, они чувствуют себя оторванными от центра страны. Ну да, а те, кто на Ближнем Востоке, те не чувствуют себя оторванными. Не близко. Те, наоборот, хотят подальше. Подальше. Поменяться на зону. Может, не надо поменять, Израиль туда перенести, и Ирана бояться не будут. Там уже есть Израиль, там же Благоречен Биробиджан. Биробиджан. Новая столица еврейского государства. Успех переименований милиции в полицию, в общем-то, привел к мысли, что надо переименовывать в Дальний Восток. А, ну да, успех, конечно. И они поверят, что они не далеко на Востоке, а рядом. Тем более 4 часовых пояса у нас теперь. О чем там речь-то, конечно. У нас сейчас полиция переименована. Хорошая новость. Мне интересно, да. Михаил Задорнов, вас благодарят, там, ну, пишут там, оттуда, почему в третьем лице все пишут, читали книги вашего отца, Амур-батюшка, будете смеяться, но дальнобойщик Сергея Зверев. Очень понравилось. Безумно интересно. Дальнобойщик Сергея Зверев. Сейчас ходит по рукам у братьев. Мне интересно, где можно купить его книги и ваши по России. Это я отвечу, я сейчас, я отвечу, я скажу. Поехали. Прежде чем перейти к новостям, которые обязательно мы обсудим сегодня, несколько сообщений от вас. Пишут люди, Михаил Николаевич, о том, что не так давно открыли для себя книгу Амур-батюшка. Отца моего? Да, да. Человек пишет, что безумно интересна книга, сейчас ходит по рукам у его братьев. Также читал ваши книги и книги отца России и хочет еще больше их приобрести. Вы знаете, вот... Сергей Зверев. Смешная подпись. Да, вы будете смеяться, но дальнобойщик Сергей Зверев. Вот еще один дальнобойщик Сергей Зверев нашелся. Тот бомбит по-дальнему. Я что хочу сказать. Сергей, благодарю вас за это сообщение. Дело в том, что отца книга, она, вот если кто-то читает, он очень увлекается и живет... Я понимаю, почему. Это книга о том, как построить новую жизнь, независимо от власти, от правительства и от политики. И она этим, она уютна, а сейчас многие мечтают об этом. И книга становится снова популярной. Я, к сожалению, их нет в магазинах, книг отца. Они в советское время выпускались с достаточно хорошими чертежами, хотя он не был коммунистом никогда. И я хочу сказать вам, Сергей и всем остальным, я решил создать сайт по продаже своих книг и книг отца и некоторых моих друзей, которые мне нравятся. Почему? Чтобы заложить туда минимальную прибыль после того, как я куплю у издательств книги почти по себестоимости. На расходы только. Я хочу, чтобы эти книги читали. Не может молодежь читать мою книжку о России с фотографиями, с картинками, а для нее это сделано. Там картинок много. Потому что посмотрят картинку, прочитают, что я написал под этой картинкой, и умнее станут. Слушайте, она 900-950 рублей стоит в магазинах. Ну как это может быть? Это бандитизм. А книга отца, которая написана для людей, трудящихся, ну она стоит 500 рублей. Стоила три года назад. Сейчас их нет больше. Моя новая книжка стоит 450. Она должна стоить 200 рублей максимум. И я налаживаю через интернет продажу, вот, бесприбыльную для меня, для того, чтобы это все купалось. Вот, друзья мои, следите. На всех блогах будет выложена информация. И буквально через неделю-две мы начнем делиться книгами с теми, кто хочет их почитать. Вы знаете, Михаил Николаевич, я уверен, что ни в одной из ваших книг, ни в одной из книг вашего отца нет орфографических ошибок. А в учебниках они есть. Отлично то, что вы сказали. Позволю себе мгновенно вас поправить. Еще дополнить. В современных издательствах нет корректоров. Они сэкономили на пожилых женщинах грамотных. Не платить им 2003 в месяц, пускай будут ошибки. Негодяи заведуют издательствами. Торгаши в самом поганом смысле этого слова. И наживаются на культуре человеческой. Ну, им отольется кармически. Ну, что я сделал? Я попросил корректора. Чудную женщину Лизу, она мне сама все выверяет. Я сам плачу перед тем, как издавать книжки. Потому что издательств нет корректора. А вы знаете, сейчас назовем это таким модным словом, тренд целый. Это я? Нет. В крупных компаниях, которые занимаются серьезным бизнесом, у меня есть товарищ, я на его примере об этом хочу рассказать, у которого свой крупный бизнес. И компанию обеспечивает офис головной. Это бухгалтеры, это секретари, это делопроизводители и так далее. Ну, кто обычно в компании? Кого мы видим? Молоденьких девочек в коротких юбках. Кофеновские я их называю. Да, да, да. Он уволил всех. Нанял на работу женщин и мужчин старше 40 лет. Потому что у них есть знания. Да. Они понимают, что нужно делать. Понимаю, да. Да, он говорит, я просто не могу. Я не могу работать с молодыми. Они ничего не знают, они ничего не понимают. А самое удивительное, как они будут понимать, если вот мы здесь собрали небольшую подборку ошибок в школьных учебниках, которые реально существуют. В учебниках? Да. Биология, животные, седьмой класс. Например, как вам такая фраза? Подсохшие яйца ветром и ногами разносятся по земной поверхности. Ну, очень хочется задать чьи. Потому что это как-то неопределено. Подсохшие, видимо, перепелки или чьи. Чьи. Я не понимаю. Кукушкины. Подсохшие яйца. Ну, я так понимаю, что... Птичь. Я, у меня образование очень молодежное, поэтому, наверное, бактерии подсохшие яйца. Инфузор и тупельки высиживают яйца. Да. И переносят их потом ногами. Итак, дальше. Из этого же учебника, седьмой класс. Такое предложение детям и, видимо, их родителям. Проведите наблюдение за характером применения хвоста домашней кошкой. А перед этим надо наши дать курнуть. Потому что так... Ты сидишь и долго смотришь... За поведением, характером... Как она применяет хвост. Характером поведением. Вы можете себе представить, кто... Вот это наше министерство образования. Оно же это подписывает. Вы понимаете, что представляет из себя министр образования? Он же не понимает, что это ошибки. Боже мой. Ну, дайте и порадуйте еще. Характер хвоста движения кошки. Вы знаете, простите, это мне напомнило, как мне прислали письмо, что учительница второго класса вызвала к доске парня. Ну, парня, мальчуган и говорит, нарисуй мир глазами кузнечика. Вот это из той же серии. Сначала дай курнуть анаши, а потом я тебе нарисую мир глазами. Министерство образования предлагает детей всех проверять теперь на наркотики. Обязательно тестирование ввести в школах на предмет проверки на наличие наркотических средств в крови. Поэтому курнуть анаши не получится. А, не получится. Это надо потрезво вот это решать. Это страшно. Но вы знаете, что теперь лекции о вреде наркотиков читает кто? Полицейский ходит по школам. Вы знаете, почему? Причем они одеваются в костюмы для детей. И приходят часто в костюме белочки. В костюме белочки читают первогласникам о вреде наркотиков. Я угораю. Да это чай во многих городах. Простите, мы не можем дальше порадовать вашими наблюдашками. Да нет, я просто узнал, например, к сожалению, в своем восьмом классе я этого не узнал. Но если бы я сейчас учился, то в биологии за восьмой класс сказано, что из гемоглобина образуется желчь. Да, не могу не поддержать ничего, но так это в младших классах, я вообще угораю. Это же шиза косить будет младшеклассникам. А, например, экономика в обществознании за девятый класс считается плодом человеческого разума. Сильно. Плод человеческого разума. Это экономика. Но у нас есть еще... Помните, как сказал Фурсенко? Потрясающе. Он даже не понимает, что он позорит себя перед народом нашим. Он сказал, нам не нужны образованные люди, нам нужны квалифицированные потребители. Он свято уверен, что так должно быть. И добросовестные налогоплательщики. Да, добросовестные, то есть не население, не люди, а электорат нам. Единицы электората. Вот это все работает на эту сверхмысль. Вы знаете, Министерство образования и науки теперь требует от Российской Академии наук и Российского авторского общества ответа по поводу ошибок в одобренном ими учебнике. Речь идет об учебнике «Окружающий мир», в котором несколько содержится орфографических ошибок, и в частности на одной из иллюстраций перепутаны стороны света — север с югом. И полюса еще надо было перепутать. Да, Минобразование и науки увидела СИЕ и теперь требует объяснений на этот счет. Более того, они говорят, что мы будем жестко контролировать содержание учебников теперь. Сейчас у нас есть все возможности для этого. То есть они взяли грамотных людей в министерство, наконец-то? Так. Да, ну еще... Ну а где... Да, ну им надо тогда, как и вашего знакомого, набрать тех, кому за 50, а не тех, кто ходит в клуб, кому за 30. Это я имею в виду по годам, а не по сантиметрам. Мы не успели поставить 16+, Михаил Николаевич, или 30+, в данной ситуации. А это я ничего плохого не говорил, я имел эту температуру зашкаливающую на улице. Ну да, да, об этом тоже поговорим. Я, знаете, что мне одна написала... Нет, ну это опечатка, просто температура в сантиметрах теперь меряется, это одна из опечаток в учебниках. Вот так мы ловко выйдем из этой ситуации. Так мне написал... Краснощекой. Краснощекой мне написала чиновница одна из министерства, не буду говорить, какого мы о нем много уже говорили, какого. Она написала, мы, в отличие от вас, не работаем спустя в рукава. Вот это, эти чиновники составляют программы. Возьмите за 50 кому, возьмите грамотных людей. Ну, действительно, в турбюро, я уже говорил, по-моему, в прошлый раз, в большинстве сегодняшних туристических бюро стали брать женщин, тетушек, которые за неделю овладевают компом, но знают географию. А молодые компом овладеют, а географию не выучат уже никогда. С ними не... Мы берем билет в Астрахани, она долго ищет ее в другой стране, оказывается, и Астрахань в России. У нее большое удивление, у этой кофеноски. Но молодец ваш знакомый, потому что, как правило, увольняют грамотных, а оставляют вот этих кофеносок, которые дизайнеры, вот этих фуфловтюхов всех оставляют. Это новые термины. Фуфловтюх. Нефтегреб, газосос, фуфловтюх. Я хочу... Часто мы слышим и получаем сообщения, где люди пишут, да, наверное, это неправда, такого не может быть, хотя больше сообщений как раз о том, что да, действительно, правда. И вот на нашей гостевой книге, я сейчас вижу, даже сканы присылают из учебников. Мы обязательно сейчас посмотрим и к этому вернемся. Но сейчас у меня в руках находится учебник по английскому языку за пятый класс. Его нам принес Дмитрий Юдин, программный директор радиостанции Юмор.ФМ. Его дочь обучается по этому учебнику. И здесь есть, на странице 68, вот я смотрю и показываю тем, кто смотрит сейчас онлайн-трансляцию нашу, есть два примера. И, переводя коротко с английского на русский, в этих примерах предлагается выбрать русское блюдо, традиционное русское блюдо из трех предложенных. Три предложенных блюда. Это мед, прошу прощения, блины с медом, блины со сметаной и блины с икрой. Как вы думаете, какое из них традиционное русское блюдо? Ну вот. Дальше еще более интересная история. Это, а какое же американское традиционное блюдо, на ваш взгляд? Это жареная индейка, куриные крылышки или гамбургеры? Выберите одно из трех, что называется. Вот такой выбор оставляют нашим детям, Михаил Николаевич. Друзья, мы сейчас уходим на небольшую рекламную паузу, после которой обязательно вернемся и продолжим наши остроумные, надеюсь, размышления. Там сканы адовые, просто в ВКонтакте присылают. Это вообще просто. Я тебе сейчас, Дим, пришлю фотографию. Вот. 15-й пункт. Я готова. Сейчас, подожди. А? Такая фоточка. Хорошая. Очень хорошая. Ты Марком, да, снимаешь? Дима, их можно распечатать? А? А их можно распечатать, эти? Извини, я не стал тебя уже звать, потому что времени было катастрофически мало. Сейчас, секунду, я тебе попробую. Так. Задание по русскому языку в учебнике восьмого класса. Прочитайте предложения, выписывая из них оказиональные слова. То есть, индивидуально авторские неологизмы. Определите способ их образования. Зачитайте. О, рассмейтесь, смехачи. О, засмейтесь, смехачи. Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно. О, засмейтесь, усмеяльно. О, рассмешишь несмеяльных смех усмеянных смехачей. Крылышкую золотой пиццы. А, ну это Хлебников. Нет, это же Хлебников. Ну, все равно, но Хлебников... Зачем детям? Поэтический прикол. Детям нельзя это давать. Спасибо, дядя Миша, за смелые высказывания про глав, откаты и владельцев асфальта кирпичных заводов. Вы молодец, пишет. Теперь глава такого-то района знает, что ему делать дальше. Глава района. Спасибо за подсказку. Безьмоприк. Ярославль улица обнаружилась с названием Тормозное шоссе. Сильно. Рекламный щит на картинке унитаз. Написано, с чего начинается ваше утро. Когда вы приедете в Тулу. Хотелось бы услышать мнение о нашем городе. При автосервисе есть кафе японской кухни. Называется Детали. Детали? Сон Мичмана Тарасенко. Ага. Вот это сильно. Там, конечно, вот этот фрагмент в качестве примера и стихотворения Роберта Рождественского. О Америке. Что же ты отводишь взгляд Америка, о чем бормочут дикторы твои? Что объяснить? Они тебе намерены, сверхопытные телесоловьи. И какие проверки можно провести, конечно. Хорошие, да. А вы знаете, про Америку еще Есенина надо было бы найти сейчас. Это будет убойно. Если мы Есенина прочитаем про Америку, это потрясающе. У меня в подъезде написано, ну там типа такая картинка, на ней написано промышленный альпинизм, там заделываем швы и так далее, что-то такое. Все замазано таким черным маркером и подписано не твердой таджикской рукой. Аль-пьянисты. Аль-пьянисты и телефонов. 8-962 какой-то, да? Аль-пьянист. Гениально, аль-пьянист. Я даже не сразу понял, что надо рассказать. Сколько да еще? Аль-пьянист. Сейчас уже еще интересное рассказали. Да, очень интересные сообщения приходят от вас, друзья, спасибо большое. Из Саратовской области пришло сообщение. Человек был в Ярославле, искал один завод и обнаружил там улицу с названием, даже не улицу, а это скоростная дорога. Потому что называется она тормозное шоссе. Это эстонцы пленные строили. Да, очень медленно, но очень аккуратно. Наши традиционные рубрики юмор ниже пояса. Вот такое пришло сообщение из Набережных Челнов, любимых Михаил Николаевичем Задорновым. Наверняка он тоже это видел. Рекламный щит на картинке унитаз и написано. А с чего начинается ваше утро? Хорошо. Тогда можно еще в магазине, где водка продается. А чем оно заканчивается? С чего начинается родина, написано. Да, еще есть в Московской области при автосервисе кафе японской кухни. Называется оно детали. Здесь смешно, пожалуй, больше всего то, что, скорее всего, это было просто кафе, которое называлось, понятно, или были там детали от иномарок. Детали остался от щита, его повесили наверх. Его же я не понял сразу. Это автосервис детали. Это был автосервис? Да, но модно сейчас же японскую кухню, представляете, автосервис, на автосервисе японская кухня. Где-то на трассе. А сейчас есть же целая, поднялась волна негодования и возмущения, потому что в Ростове на большом подпольном заводе делали летучие рыбы икру, уже заговариваться стал. Сами сотрудники метали? Да, из сельди на сей раз, из подкрашенной. И эта икра поставлялась на стол гурманам, которые приходят в рестораны японской кухни по всей стране, в том числе и в Москве, и в Питере. Вот никогда ее не брал. Вот всегда понимал, что у русских обязательно химия будет какая-нибудь. И вы знаете, это вообще проклятие наше, что практически 60% людей подворовывает на своих местах. Поэтому Россия не может никак вырваться и ожить. Они требуют честных выборов и верят в того дядю, который их накормит. А сами все на местах подворовывают. Это то, что называется модным нерусским словом «карма». А из объявления, я вам скажу, я в Казани, значит, у меня был концерт. И там по всей Казани висели рядом две афиши. Максим, никому между нами. Пожалуйста, это позор для меня. Первое. Концерт Михаила Задорнова. 16+. Значит, я опасен для детей. Но рядом. Вы спросите, а что тут такого? Могу поверить. Да, но рядом. Элтон Джон. 6+. Он на 10, я на 10 баллов опаснее Элтона Джона в Казани оказался. Вот такие пироги, друзья мои. Да. Ну, что сказать? Хочется сказать, когда мы будем жить, а не подражать? Возможно, тогда, когда мы наконец-то сможем переименовать все в нашей стране в то, как это должно называться. То есть, как милицию в полицию. Как, например, предлагает вице-премьер Дмитрий Рогозин. А что он предложил, я не знаю. Да, он буквально сегодня заявил о том, что, прошу прощения, вчера заявил, что российский Дальний Восток можно переименовать. Это наша Тихоокеанская зона, сказал он. Поэтому так и надо назвать. Тихоокеанский регион, ну или как-то иначе, как-то по-другому. Как назовешь этот регион, так он и поплывет. Вначале было слово. Вот идеи-то вроде, наверняка он от хорошего это высказал, потому что у него бывают очень здравые идеи. Но все-таки, простите, я вас перебил, хотели что-то сказать? Нет, я хотел сказать, что на самом деле не только сейчас это возникла идея. И еще в 2012 году ученые Дальневосточного отделения Российской темы и наук выступали с этой инициативой, но тогда их никто не услышал. Когда в устах государственного мужа прозвучала эта фраза, то все обратили на нее внимание. И уже огромное количество в интернете поделок, фото-жаб на эту тему появилось. Тихоокеанская зона, все за это ухватились. Все-таки Дальний Восток очень близкое русским словосочетание, потому что вроде дальний, а очень наш. И вот что такое образование? Образовояние. Создание образа, а не умение отцифровать все и вся. И вот Дальний Восток это образ близкого нам края. Но если подходить по чиновничьи, как информация, он Дальний. Это информация, это не образ. Я считаю, это неправильно. Русские люди чувствуют образ. Есть Дальневосточная звезда. А как переименуешь? Тихоокеанская региональная? Зональная. А тогда давайте Дальняя зона назовем вообще. Что будет вообще? Дальний кордон я предлагаю. Я считаю, что это Дальний кордон. Ну как? И что, от этого меньше будут в вашем любимом Владивостоке воровать на русском острове при строительстве вот этих недостроек мирового значения к саммиту? Да нет же, конечно. То есть, и еще. Да, как назовешь, так поплывет. Воркута. Кут это на местном языке держи. Получается по-русски вор, а кут держи. Держи вора. И туда ссылали воров и держали их там. Когда вы об этом, Михаил Алексеевич, прошу прощения, что прерываю, просто пришло несколько сообщений. Что я не прав, да. Да, что вы не правы, что это на самом деле не так и произошло это совсем от другого. Но это потому, что воркутинцы залезли в этимологические словари, а там другая версия этого всего. Вы же знаете, что ученые все время стараются увести от знания русского языка и переребрендить бог знает на что, лишь бы правды не было. Неважно, пускай считают, что это неправда. И вот с Дальним Востоком. Я очень люблю Дальний Восток. Но безобразие первое было совершено Медведевым в период его президентства. Как я говорю, президентство лайт. Когда он сократил часовые пояса. Что такое часовой пояс? Часовой пояс это, чтобы полдень правильно чувствовался организм в правильное время суток. А сегодня четыре пояса осталось. Вот поверьте, я проехал, я говорил сейчас, в девяти городах был. Максим, все время темно. Вообще нет времени пройтись по улице. Я еле урвал час, чтобы пофоткать в Ёжкороле. И каждый раз, когда я об этом говорю в этих городах, ребят, у вас все время темно, я говорю. Они аплодируют. Потому что темно даже ощущение тьмы. Почему? Сбиты биоритмы. Медведев думает, что можно все через айфон, айпэд и через дисплей все понять, что творится в России. Да нет, нельзя сбивать биоритм организма. У нас 12 часовых поясов должно быть. Почему? Потому что 12 часов самолет летит из Владивостока в Калининград. А он летит со скоростью движения Земли. И это есть мудрость, а не айфон, айпэд. Да, ну вот что делать? Надо туда тоже сажать, чтобы люди мудрые, знающие природу, и законы природы пробивались. Мне кажется, это неправильно переименовывать Дальний Восток. Но ничего это не улучшит. Ну а что в Израиле тогда произойдет? Если Дальний Восток переименовался в Тихоокеанскую зону, как Ближний Восток тогда переименовывается? В Ближнюю Восточную зону, что скорее всего так и будет. А давайте их поменяем местами. Давайте наш Дальний Восток переименуем в Ближний, а их в Дальний Восток. А кстати, действительно, смотрите, вот говорят, Ближний Восток и половина сограждан России чувствуют себя хорошо при этом упоминании. Они даже многие там считают, их прародина находится. А вот советская власть была правильная. Она перенесла. Она же Биробиджан на Дальнем Востоке организовала. Я был в еврейском колхозе «Желтый яр». Вы можете себе представить? Там такие колхозники, рыжие, здоровые евреи. Они аплодировали руками, похожими на весла у спасательной шлюпки. Такие настоящие колхозные, ручищные. Мужики реальные. Это было очень интересно. Я не знаю, что сейчас в Биробиджане. Но на Дальнем Востоке ведь. Ну и в Рим, конечно, лучше на Ближнем. А нашим... Ну назовите... Я против. Но Восток от слова «восход». Восток исток. То, откуда мудрость произошла. Я не имею в виду Дальний только Восток. Мне жалко. Ну так жалко. Регион. Регион не русское слово вообще. Тогда я могу привести в пример вот эти переименования. Министр — это монстр. Администрация — это ад. Мэр, МР — это смерть. Все чудовищный президент. Это в переводе «просидевший». И что ни слово, то чудовище, которые пришли к нам раньше райком, райсполком. Рай, рай. А теперь администрация. Регион — очень плохое слово. Риджин — это не русское слово. Я думаю, что Рогозин, мягко говоря, неправ, хотя он человек весьма достойный. Иногда его мысли мне очень нравятся. Входит до того, что чуть ли не сделает главой какого-нибудь серьезного участка земли нашинской. Потому что у него патриотические мысли хороши. Ну, не все так довольны высказываниями Дмитрия Рогозина, как вы, Михаил Николаевич. Потому что, например, в Молдавии... Да и моими не все довольны. А, в Молдавии. В Молдавии официальные лица высказались категорически против того мнения, которое высказал Дмитрий Рогозин. Рогозин относительно интеграции Молдавии в Румынию, диффузии. Или в Одессу. Куда они хотят интегрироваться? Ну, и там частично это раздирает, видимо, страну на две части. Дмитрий Рогозин, сейчас близко к тексту цитирую, сказал, что без мнения Приднестровской республики вряд ли стоит начинать движение навстречу Евросоюзу. И молдаване были возмущены этим, выразив свое возмущение в песнях. Про Рогозина группы Озон? Нет. Они сообщили о том, что крайне недовольны этими высказываниями, и Молдавия будет самостоятельно принимать решение, двигаться в сторону Евросоюза или нет. Да нам плевать, что думает Молдавия. Это же мы высказываем свое мнение, мы же им не навязываем, мы говорим то, что мы думаем. Вот то, что я думаю про Молдавию. Надо их скорее отдать в Евросоюз, чтобы Евросоюз вообще загнулся. Мало того, что к ним пришла и Латвия, и Эстония, сейчас и Украина булькнет в Евросоюз, а Украина булькнет по-черному. Евросоюз опомнится, не успеет как развалиться. Еще Молдавия, конечно, Евросоюз гонится только за одним. Как можно больше нагадить России. Им пофиг дым этой Молдавии. Им зачем возиться с этими нетрудоспособным населением в большинстве своем. Вы были в Молдавии, вот вы с вами хоть официально сиеста, а там просто без всякого... Там все время сиеста. И я не говорю, что в Молдавании такие уж люди ужасные. Да нет, там гагаузы есть, кстати. Вот гагаузы даже не знают, что их в Евросоюз сейчас отдадут. Страшная будет месть гагаузам за все, что они хорошо сделали, советская власть. И надо скорее всех отдать в Евросоюз. Во-первых, Евросоюз развалится, и они будут проситься обратно в дружбу с Россией. Чтобы начались стремительные силы, надо, чтобы поработали центробежные. Отдать, отдать их. Вот смотрите, Грузия уже говорит, мы хорошие, купите нашу минералку, давайте мы вам вот коньячок дадим. Это вот уже даже Онищенко из-за Грузии сняли. Нельзя так чмырить, но вновь народившихся друзей. И их надо отдать их с их молдавским вино. Но стоит, и молдавское вино надо обязательно, чтобы все в Евросоюзе попробовали. А некоторые, чтобы перепились и отравились им раз и навсегда. Потому что мне недавно показали, дали молдавское вино. Может, там верхушка и пьет нормальное вино. Но то, что поступает в магазины Болгарии, это страшно, я вам должен сказать. Это такие соборы красить хорошо этим. Это уже практически рекламное объявление, Милан Ковальевич. Не все вино, есть и хорошее, но не доходят до меня. Вина! Пришлите нормального молдавского вина! Да, прямо к нам сюда. Друзья, сейчас реклама на Юмор.фм. Нам сейчас, я чувствую, молдавская посоль, что ли, выкатит претензии. Почему, вина пришлет? А, ну вина пришлет, да. Где ж походит? Вот! Да я так понимаю, еще пиццу осталось заказать. Из Италии. Сейчас скажем, ребят, уже нам обещали вина. Да, будьте добры, теперь пиццу давайте на уху. Так. Пиццу счастья завтрашнего дня. Пицца счастья завтрашнего дня. А он так и пел, видите, он птицы не произносил. Да? Ну, а как, он же не мог, у него же было не в порядке с верхним убой. У Гнатюка. Пицца-то... Предсказал появление птицы. А ты смотришь гостевую, да? Давай, я все. Жень, ты выделяй тогда то, что нужно брать, да? Не-не-не, стоп-стоп-стоп. Какие-то недели пустят. Ну, ты картинка такая же. Сырыми пельменями не есть, это, конечно, сильно. Я когда это говорила, ну, могли, можно. Я тогда это буду ждать. А еще чай, 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 чай. Сейчас. Лапша китайская называется внук. Че-че? Китайская лапша называется внук. Просто что-то, что-то, что-то. Ну, кстати, потрясающая вот эта способность китайцев давать такие названия чудовищные. То есть они просто переводят, вот как-то находясь в своем там мире. Когда ты читаешь про автомобиль китайский. Помнишь, Саня, я тебя проверял для сайта? Да-да-да. Да. Усиленная гидрой руль. Что это такое? Что гидрой? Усиленный гидрой руль. Китайцы. Нам бы хорошо Сердюкова завести на всю оставшуюся передачу. И всю оставшуюся я буду рефреном его проведу. Вот любое событие я буду на Сердюкова передать. У нас это же сегодня, да, пришло сообщение? Да. Поехали? Выходим, да? Да, мы будем. Программа «Неформат» преодолела только что свой экватор. И у нас есть новость с пометкой «Молния». Буквально новость последних нескольких часов. Звучит она, цитирую, так. Защита экс-министра обороны Анатолия Сердюкова заявляет, что с 1 ноября он возглавляет Федеральный исследовательский испытательный центр машиностроения. Буквально на днях Анатолий Эдуардович поставил в известность своих адвокатов, что с 1 ноября его назначили главой данного испытательного центра, сообщил Интерфаксу в пятницу адвокат экс-министра Константин Ривкин. Адвокат добавил, что данное учреждение является структурой Ростехнологий. Анатолий Сердюков возвращается на Большой Государственный пост. Вы знаете, Максим, вот первое ощущение, я сегодня узнал, это не от вас, я утром в интернете прочитал. Вот мне такое ощущение, вот я даже медленнее говорить стал, что опять плюнули народу в душу. У меня такое ощущение было, когда Листьева убили. И вот это было так страшно, помимо того, что я знал Листьев Влада, это был такой плевок в народную сторону, мол, вы никто народ. Это первый раз после развала Советского Союза дали понять, что никакого значения народное мнение не имеет. И вот сейчас такая же ситуация. Люди так надеялись, что его все-таки посадят. А он вернулся к жене, и та его простила. Простила не потому, что она всепрощенческой философии, а потому, что он вернулся с бабками, которые не все отдал Васильевой. И теперь не хватало, чтобы еще Васильеву назначили туда же. И его простил сразу хозяин этого всего. Я понимаю, что кореша должны держаться друг за другом. Но когда кореш или родина, надо выбирать родину, а не братана. И вот это все время хочется довести до сведения нашей власти. Ну как, когда весь народ знает, что произошло? Вы сами во власти. Я думаю, честно говоря, ну позволю в последний раз попытаться выручить хозяина. Попытаться. Я когда проехал по городам России, я уж думаю, может действительно наша власть в чем-то права, раз начинается оживление, словно Россию живой водой некоторые города поливают. А сейчас, после того, что пришло сообщение, думаю, боже мой, я не прав. Я зря хотел вступаться за какие-то сегодняшние перемены, как мне казалось, в лучшую сторону. Ну как же это так? Они что, сами не понимают, насколько они унизили себя и народ, и себя перед народом. Ну, как вообще может человек, укравший такое количество, при котором, хорошо, при котором, потому что адвокат у него просто сумасшедший, он меня засудит сейчас, но я ему не дам этой возможности. Человек, при котором столько было разворовано, проходить свидетелем. Он, значит, знал, что он воровалось? Я думаю, что он свидетель этого воровства. Может быть и нет. А не обвиняемый. А ведь свидетель же тоже может не знать. Он говорит, я ничего не знал. Да, видел, заходили, подавали на подпись, я свидетель того, что я подписывал, но я не знаю, что я подписывал, говорит он. Здесь, вы знаете, то, что это сообщение пришло сейчас и пока не имеет никакого развития, кроме бурной реакции в интернете, удивительно то, что об этом сообщила защита. Сердюковская. Да, то есть почему об этом не было сообщено по официальным каналам. Вы имеете в виду адвокаты или охрану, секьюрити? Адвокаты. Может быть, это утка просто газета. Может быть, это... Хотя Интерфакс. Дай бог, дай бог, чтобы это была утка. Мне бы очень хотелось, чтобы это была утка. Но там в некоторых написано, что это принадлежит все машиностроению российскому на некоторых блогах и сайтах. На что я, по-моему, очень точно подумалось мне, что неужели он теперь продаст и российское машиностроение? Вы имеете в виду ладу? Ну, Васильеву возьмет, она и ладу впендюрит лохом. Это такой, похоже, действительно очень коварный и очень продуманный план, потому что... Продать то, что мы не можем продать. Да, да. Вот, тогда это гениально. Именно табуреточника, который сумел впендюрить армии табуретки для казарм и стал на этом министром обороны, попытаться еще продать автомобилестроение нашей машины. Только среднее. Не пускайте его в город Воткинск. Я вас прошу. Там хорошие люди живут. У нас есть несколько сообщений от вас. Мы, к сожалению, не успеваем все прочитать, поэтому некоторые. Лапша китайская называется «Внук», прислал Сергей из Челябинска. Я почему решил это выбрать? Потому что мне на ум сразу приходят еще два прекрасных китайских сообщения. Вообще, китайцы удивительно, как они... Придумывают это все. Они никогда не пользуются услугами русских, ведь, например, в Европе для того, чтобы написать инструкцию, приглашается человек, который живет в России, является носителем языка. И он правильно это все переписывает. Китайцы всегда идут своим путем. Их навигаторы говорят всегда «Переди круговое движение». Это всегда так. И я был в китайском ресторане, там, в Китае, в Северном. И одно из блюд называлось так «Рука рвет цыпленка». Это, видимо, был прямой перевод. А зубам не имет. Да, «Рука рвет цыпленка». Или реклама... Ну, они же переводят иероглифы. Это же образное мышление. Его нельзя точно перевести. Как вам такое выражение? Реклама китайского автомобиля, кроме всего прочего, подогрева сидений и так далее, там есть усиленный гидрой руль. Гидрой? Да. Гениально. И выползает гидра. Ну, да, нельзя же переводить иероглифы. Вы знаете, наш парень увлекся к Китаем и себе на спину сделал тату, иероглиф китайский. Не подумав, что. Китайцы за ним бегали... А мы же не можем перевести это все. Китайцы за ним по пляжу, когда он поехал в Китай, бегали всем своим миллиардом китайским. Оказывается, ему впендюрили, ну, вот это лохотрон наш, впендюрили ему иероглиф «Срок хранения морских огурцов». И он так и ходил с этим иероглифом, огурец такой в пупырш. Но, конечно, китайские иероглифы... Вот смотрите, мы говорим, владеет языком. Нельзя перевести на китайский, потому что владеть языком, если они переведут иероглиф, это знаете, что будет по-китайски? Ну, лизать. То есть это... Владеть языком — это лизать что-то. Мороженое там есть, да? Но вот я-то когда-то... У меня была же шутка в одном из моих номеров, когда шпион говорил, за все его провалы поместили в сумасшедший дом, сказали, раз ты владеешь языком, хорошо, он английским языком владеет, то и будешь заниматься профессиональной работой. И он наклеивал марки на конверт. И наклеил, говорит, я владею языком. Вот это та же серия. Еще одно сообщение, и перейдем дальше к новостям. Прислали к нам в гостевую книгу такую фотографию этикетки с пельменей, и там написано предупреждение. Внимание, сырыми пельмени не есть. Да, это очень часто встречается, свидетельствую, очень часто. Потому что сегодня молодые люди, если в интернете не написано, пельмени не есть сырыми, они будут есть сырыми. Они многие не знают, как готовить пельмени. Они не знают, куда их бросить. Вот написано, на плите их надо разогревать. Вот они без кастрюли с водой положат на плиту. Полетели на пакете? Прямо в плите. Надо обязательно написать, разверните пакет, снимите. Кастрюль, надо все-все прописывать. Потому что этот лохотрон, градус увеличивается лохотрон. Это же американская вот эта история, которая началась с бабушки, которая высушила своего кота в микроволновке после купания. Совершенно верно. Да, и потом отсудила у компании, производителя микроволновок, огромную сумму за то, что Таня написала на этикетке, что кошек в микроволновке сушить нельзя. Да. И буквально сегодня пришло сообщение, случай произошел вчера. Вся общественность на юге Соединенных Штатов во Флориде обеспокоена тем, что произошло в воздухе в 600 метрах над уровнем моря. Туристический обычный маленький самолет, который развозит туристов, показывает им красоты Флориды, летел в очередной свой рейс. И вдруг на высоте 600 метров дверца изнутри открылась, и пассажир вышел наружу. И сейчас все, береговая охрана США занята поисками этого человека, и все гадают, почему обеспокоена общественность. Был ли это суицид, то есть было ли это самоубийство, или это был просто несчастный случай. Удивительно, как это может быть несчастный случай. Как это может быть несчастный случай? У нас бы сказали человеческий фактор. Может быть, это был акт протеста какого-то? Ну тогда бы он заявил перед этим. Он бы должен был открыть дверь и сказал, я против того, что в России запрещают гей-парады. Хлопайся вы, Василий. Я, возможно, это сказал, но уже перепутал немножко. Но он перепутал, а вышел, а потом сказал. Зарал. И никто не знает. Они его найдут, а у него записка в каком-то месте интересном воткнута, где он говорит, что он в наследство обещает. Знаете, как умер этот Лука, знаменитый поэт? Я не могу произнести его фамилию, псевдоним, которого любил очень Пушкин. Он умер с запиской воткнутой. Его нашли голым с запиской, в которой было написано «Жил грешно, умер смешно». И вот это может быть тот же самый вариант. Но мне другое. Я понимаю, почему Америкос вышел. Они же не тупые. Многие из них просто идиоты. И я неправильно их тупыми называл. Ну, он, если не написано «Не открывать в полете дверь», он не знает, что ее нельзя открывать. Ведь почему эта бабка? Она не было написано в микроволновке, что нельзя сушить кошек. Она просушила и предъявила... Нескольких. Нескольких. И предъявила предъявление, что... Один и тот же результат. Но ведь в результате пишут теперь, да. Да, конечно. Нельзя сушить кошек в микроволновке после стирки. Ну, после мытья. Такая же ситуация была с церковью в Сан-Франциско. Какие-то собаки спаривались неподалеку от церкви. То есть вы не людей так называете сейчас? Нет, 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 нет. Ну да, у нас бывает идет свинья, говорит, ты куда собака пошла? И тогда опять немец в стопор впадает. Он не поймет, все-таки это свинья или собака. А неподалеку от церкви спаривали собаки. И местные священники отсудили в суде, что не разрешили... Мол, почему эта территория, принадлежащая церкви, спариваются собаки? И, короче, они в суде что-то отсудили. И теперь там развешено по Калифорнии не разрешается собакам спариваться ближе, чем 300 метров. А собаки вот так вот подошли, прочитали, говорят, пойдем, жучка, в другое место. Нет, причем... 300 метров отмерили, идиоты. Причем это, видимо, в черно-белом цвете сделано, потому что собаки, как мы знаем... Они не умеют цветное телевидение, цифровое, они не нюнькают. Ну и, конечно, та же ситуация с этим. Он думал, что это туалет. Открывается дверь, значит, туалет. Американец так и соображает. Теперь надо обязательно, я уверен, во всех этих самолетах подобного типа появится надпись на двери. Это не туалет. И примутана проволокой будет. Двери напротив смутаны. Вот им надо в Вологду на стажировку, на повышение квалификации. А пока реклама. Хорошо получилось. Очень смешно. Какие-то собаки. Вы имеете в виду собак? Я имею в виду собак, а не людей сейчас. Жучка, пошли начать. У нас, Саш, подготовь Путина тогда, да? Мы, наверное, на 30-й минуте его сделаем, да? Как скажешь, у меня все готово. А сколько времени? А, 12. Да, Михаил Николаевич, нам нужно что-то еще важное рассказать, скажите. А, о концерте, что у меня полу-юбилей. Да, люди пишут про концерты, задают вопросы. Ой, я знаю, что им сказать. Знаю, знаю. В интернете мои билеты выбросили по 6-8 тысяч. Это безобразие. В Китае вывеска на магазине «Эректроорудие». Эректро. Эректроорудие. Я был когда в Китае, там такой гигантский плакат, улыбающееся лицо Якубовича, и написано «Петя Шторы». Петя Шторы, ну расскажите, Петя Шторы. Я не понимаю, как это очень связано. Петя Шторы и Якубович. Ну это очень смешно. Детям Путин и кальян дешевле. В газете «Метро» тут скан прислан. «Хищение из бюджета скоро станет преступлением», называется статья. «Метроорудие». Обалдеть вообще. Не видно, кстати, к сожалению, за какое это. Ну вот, 57 секунд назад. Ага, а пуси рай – это в храме для америкосов норма. То есть, в принципе, если бы спаривались кошки, то есть пуси, понимаешь? Норма, да? Это можно сказать, что мы порваем бешеные кошки, а не бешеные просто пусики. Пусички. Ну сколько, Саня, у нас? Еще минуты 30. Эректор орудия, да, потому что «Л» и «Р» они не произносятся, а пусы. «Элекшн» а не «эрекшн» произносят японцы. Ну да. И поэтому большие проблемы, когда про выборы приезжают японцы и читают доклады на английском языке. У них все время «эрекшн», «эрекшн», «эрекшн» а не «эрекшн». Поэтому у них так много таких мультфильмов специальных, познавательных. «Эректорат». «Эректорат» они. «Эректорат». «Эректорат» – хорошее слово. Не очень, молодец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ну мне там пели песню одни, ребята. Это твоя, отмонтируй. Быстренько. Мне ребята, семья одна, братьев Никулиных, пили у костра. Семь человек под тальянку не пьют, не курят, ведут здоровый образ жизни в поселке Тарнага. Ну, ребята, ну это просто улетно заводно. Ой, я даже думаю, может, в одну из передач поставить их, чтобы прозвучали. Ну, сказать, что это у костра поют. Ну, не говорить, что это. Это же не в студии записано. Ну, это внутри передачи, не внутри музыкального. Да, да, да. Поехали? Конечно. Друзья, продолжаем программу Неформат. Бурную реакцию вызвало наше обсуждение. Да, я уже и сам не рад, сколько мне тут в личку насыпалось. Да, здесь, в частности, пишут нам, что по поводу собак возле церкви Сан-Франциско, что ага, а для американцев пусси райд в храме это норма. Вот то, что я на концертах и говорю. А, кстати, я вам говорил, когда впервые вот произошло в мире то, что устроили пусси райд. Я же до того, как в Вологду съездить в Париже побывал, мне же надо, чтобы равновесие было в моих путешествиях не нарушено. Так вот, Нотр-Дам, мы все знаем, что это такое, мы знаем Гюго, мы знаем мюзикл, но вообще-то изначально не мюзикл, а Гюго, Виктор. И почему Гюго написал? Началось разочарование в церкви, в религии и в вере. И очень мощное. И Нотр-Дам начали осквернять. И Гюго решил написать собор Парижской Богоматери, после того, как тогдашние, тамошние пусси райд, я не знаю, как называлось это, совершили богохульство. Ворвались в Нотр-Дам, устроили совокупление с песнями. И их выпроводили и чуть ли не в Бастилию отправили. Если Бастилия еще в то время существовала, думаю, что нет, потому что это как раз времена Робеспьеры, когда казней было во Франции больше, в три раза, нежели в советское время в Советском Союзе. Никто об этом во Франции не вспоминает. Так что пусси райд не пионеры этого дела, а сквернения храма. Ну, вероятно, только, что они назывались ля пусси райд. Ля-ля пусси райд. Если это было во Франции. Смешно. Михаил Николаевич, еще приходят сообщения, в частности, пишет нам абонент следующее. Спасибо большое за информацию о том, как владеть заводами. Подпись глава региона. Гениально. Это то, что я сказал, как надо строить кирпичные заводы и зарабатывать деньги, не воруя, а на отката. Да, безопасно. Не так, как с мэром Астрахани произошло. А мне многие пишут, спасибо за полезные советы. Ну, я же всегда был предсказателем. Пошучу, а потом хлобысь и воплотилась в жизнь. Удивительно. Я бы не поверил сам, если бы не увидел фотографию, которую нам прислали в гостевую книгу на сайт веселоорадио.ру. Газета «Метро» Питерская. Статья или заметка, не вижу, но заголовок звучит так. «Хищение из бюджета скоро станет преступлением». Вот конец света и сразу вот это. Потому что говорят, скоро конец света, новый еще сейчас объявляют, ясновидящие. И сразу оно станет преступлением. Замечательно, ребята, за такую обнадеживающую статью. У нас какие-то еще есть с вами сообщения? Да, у нас есть попытка небольшая вернуться к тому, о чем мы говорили в прошлом часе, и это учебники. Оказывается, не только в России с учебниками беда, но и в Болгарии существует определенная проблема с учебниками. Министерство образования Болгарии, правда, это происходило в прошлом году, и вот эту ссылку нам прислали сейчас, что, мол, не только в России так все плохо, а во всем мире это происходит. Но, пожалуй, не стоит уподавляться миру, да, наверное, в этом смысле уж стоит точно идти своим путем. Однако вернемся к Болгарии. Так вот, Министерство образования Болгарии обнаружило в учебнике по болгарскому языку такую песенку, которая предлагается для разучивания детьми и пения на уроках. Болгарская песня, ну, там, национальная, да? Едет джип, весь в броне. Я остановил его, любопытно стало мне. Чья крутая тачка, говорю? Моя. Я деньги пачками храню. А в машине что за киска? Это моя девка, Лиска. На конкурсе красоты победит, и меня еще больше обогатит. Вот это предлагалось петь, ну, это перевод вольный из болгарского. Луки, видимо, в котором... Вот Лука, вот тот самый, который умер грешно. Да. И болгары очень быстро это заметили. Видимо, кто-то из Министерства образования Болгарии проходил мимо школы, услышал, как доносятся детским хором озвученные эти слова, решил проверить, что такое, оказалось, что это вот в учебнике. Что вы скажете, Михаил Николаевич, потому что люди, которые нам это прислали, спрашивают, настолько ли все плохо действительно в российском образовании. Может быть, все не так плохо, потому что в мире еще хуже. Ну, весь мир, мы говорили с вами, подчиняется нескольким торговым мафиям, нескольким корпорациям. Этим корпорациям надо главное, чтобы люди не мыслили самостоятельно, чтобы они были уверены были. Во-первых, прежде всего, знаете, что надо лишить, чтобы человек стал рабом? Рода своего. Чтобы человек не помнил, откуда он взялся, кто он. И чтобы он думал, мир вокруг жесть, такой, как Голливуд показывает. И чтобы он верил просто в слова «все будет хорошо», «I promised you». Смотрите, идет кодировка. В каждом фильме минимум 150 раз говорится слово «задница». Они даже не могут послать нормальный маршрут, у них нет разнообразия. Они все время по одному маршруту посылают. Примитивное мышление. Все время говорят «I promised you», «все будет хорошо» в самых чудовищных ситуациях. И в задачках уже коды стоят, чтобы дети именно на этих кодах созревали. А потом включил код, и он у тебя зомби работает, как ты хочешь. Вот что это такое, вы прочитали. А наши задачки я неоднократно приводил в пример со сцены следующей. Я только начало задачек читаю. Именно начало. Чтобы мир казался жестью, что здесь все плохо, что ты должен подчиняться, ты должен слушаться, иначе ты пропадешь. Задачка. Четвертый класс. Сатана подошел в казино к человеку. Уже в шестой. Седьмой класс. Лосев бил Кускову бетоном по голове. Восьмой класс. Автобус переехал в группу из детского сада. Столько-то насмерть, столько-то... Вот это все одно и то же. Чтобы дети превратились просто в рабов. Это печально, даже не хочется по этому поводу жить. А это гениальная задачка. У пуговицы четыре дырочки, у свистка одна дырочка. Тут просто плакать хочется. И вопрос, во сколько раз громче свистнет пуговица. Ну, конечно, идиотами вырастут дети после этого. И с них все... Знаете, какая фраза приветствуется в зале у меня? Хочу похвастаться. Я вообще хочу похвастаться еще раз. Во всех городах 80% молодых людей до 30 лет. Это так здорово. Или они так оплодили? А когда я говорю? Знаете, почему, я со сцены говорю, ко мне приходят молодые люди? Потому что их не учат ничему. Я не могу их научить, как жить. Да, я мог бы, потому что сам я живу неплохо, хорошо. Я не строю коттеджи, не ношу золото. И мне хватает денег, которых я заработаю на все, что я хочу. Главное, на мое творчество. Но я не могу их этому научить. Приходят многие на реальную ржаку раз задорную. Но я могу хотя бы объяснить, как не надо жить. И я имею на это право, потому что я говорю о том, как я сам не живу или как я сам живу. И я говорю, их не учат, как мы говорили, комсомолы школы ничему. Они приходят ко мне услышать. Это потому что от кого-то они должны услышать. Я им, и вот тут раздается область мент после этого, я им с любовью объясняю, почему они придурки. И задние ряды, дальние после Рогозина нехорошо говорить уже. Вроде задние еще хуже. А вот задний восток еще можно. Европа бы приветствовала такое переименование. В задний восток. Кошмар. Я когда-то сказал, что, ой, простите, я отвлекаюсь, но, знаете, меня не хотели в Литву пускать после двух моментов. Когда я Лужкову рассказывал, что творится в Латвии, ужас какой. Вот в начале 90-х годов Лужков возмутился, говорит, у меня теперь свое телевидение есть на московской. Пойдемте вместе, Михаил Николаевич, пойдемте, Юрий Михайлович. И мы двое таких задорных, реальных мужика пошли говорить правду о том, какой ужас в Латвии не дают гражданство. А в Литве уже стали, начали гражданство выдавать русским. Там не было вот этого ужасного варианта, как в Латвии. И Лужков все говорил правильно, то, что я ему говорил, но называл Латвию Литвой. Я сижу, я не могу сказать про Литву. Я не могу сказать, Юрий Михайлович, вообще-то это Латвия, а не Литва. Потому что, ну, это ужас, это на его канале. В результате меня лишили визы тогда на некоторое время. Так меня и сейчас могут лишить визы, когда я говорил, что Литва та же и Эстония, они были лицом, лицом Восточной Европы. А когда их приняли в Евросоюз, они стали европейским задним местом. Ну, образ хороший, между прочим, потому что до сих пор их так и считают. Приезжают итальянцы в Литву и в Латвию и мочатся на памятнике. И знают, что им ничего не будет. Ни один русский не посмел бы сделать такое святотатство. А у этих игра, у итальянцев, у голландцев, кто такой смелый помочится на латышской святыне? Может, они просто метят территорию? Да, именно, метят не уважая. Их надо сажать. Евросоюз боятся. А вот это, если бы я увидел, я бы реально без всякой политкорректности по мордасам. Сапогом. Сапогом, с подковами. Это у нас с вами есть. Это на счастье. Это с подковами по роже. Это на счастье. И вот какая новость пришла на этой неделе. Она грустная для многих, а некоторых обнадежила. К какому лагерю относитесь вы, Михаил Николаевич? И так, в Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить обороты хранения долларов США на территории России. В течение одного года, со дня вступления в силу этого федерального закона, резиденты имеют право через уполномоченный банк осуществить продажу остатков долларов США на своих вкладах и счетах, а также разделах счетов. Потом хождение долларов по этому законопроекту будет запрещено. Это пока законопроект. А знаете, мне он нравится. Вот я вроде клеймить должен позором все, что не делает власть. Нет. Я буду честен по отношению к себе. Я считаю, что доллар надо было запретить давно. Вообще, слово доллар интересно. Некоторые сумасшедшие выносят от слова доля. Якобы, протославянская доля зашла в голландское, стала таллер. Д стал произнос как Д, а таллера произошел позже доллар. Я не знаю, не буду говорить, подтверждений ничему не существует научных. Я только скажу, что доллар, это очень... Вот обратите внимание на его рисунки, то, что нарисовано там. Попробуйте сложить, допустим... Вот там есть такие игры, я в следующий раз, если мне кто-то напомнит, я изучу это и расскажу, как играть с долларом. Вот как сложить его, чтобы ужас проявился масонский. Там все масонские знаки. Там есть пирамида, там есть глаз. Там есть все эзотерически, человекозомбирующее. И доллар очень опасный. Вот смотрите, его не существует... Его выпустили очень много. Доллар ничем не обеспечен. А он держится. Он держится практически на эзотерике. Как бумажка. Он бумажка, он ничего не стоит. И это мистификация. Я бы запретил не только доллар, я бы... У меня мало карикатур, но иногда я рисую карикатуры. У меня есть такая карикатура. Вот дерево жизни. И заползает на него змей. Вот это библейское. Ну, это не только библейское. Это и у славян было древо, называлось. И отсюда три английское. И древо жизни, листья, крона, тянущаяся к кра, к свету. Но заползает змей. Вот помните, как он обвивает ствол? Проходит несколько тысяч лет. Кроны нет. Сучки. Все высохло. Один листик остался на дереве. А змей превратился в обвитый доллар. То есть, змей, это же доллар, это же... Змей, обвивающий ствол, это и есть доллар схематичный. То есть, доллар душит. Душит здравомыслие и живое светодвижение. Поэтому, конечно, его надо убирать. Я, например, в своей жизни без всякой санкции партии правительства убрал доллар и все. Правда, рубль тоже название не очень хорошее. От слова рубить. А рубить убить. А убить бить. А бить ить. Что вообще непонятно, что... Да, есть такое предание, что это рубленая гривна. Да. Но нигде не существует в музее кусочка отрубленной гривны. Что, да? А я специально, мне интересно было. Это же очень распространенная идея, что это первая инфляция на Руси, в Киевске. Начали рубить гривну. И вот эти серебряные слитки, которые себе представляют... Я не нашел доказательств. Может быть, я не все еще изучил. Но я нигде не видел. Я в любой музей прихожу, исторически спрашиваю. Мне все говорят эту теорию. Я говорю, покажите. Нигде нет. Ну, неужели наши расхватали просто и все это дело? Ну, мне, например, название гривна нравится больше, значительно. Потому что гривна напоминала такую гриву саму по себе. Да, это все-таки понятие солнечное. У коня грива существует. А рубить не очень хорошее название, на мой взгляд. Копейка тоже говорят, что копье от слова копье. Может быть. А может от слова копить. Неизвестно. Нет никаких доказательств. А с долларом я бы вообще очень пересмотрел внимательно все наши отношения с Америкой. С этой масонской страной. Например, они же очень хорошо владеют знанием потустороннего мира. Ну, то, что у нас называется эзотерикой. У них даже marriage от имени богини Мары протославянской. Она руководит невидимым миром. Значит, она как бы вот покровительница свадеб, влюбленных. Брейд невеста. Это обряд слово. И брайт, простите, брайт. Да. И вот о чем я когда был в Йошкаралу, возвращаясь из Америки к нормальным ребятам. В Йошкарале глава запретил вырубку леса. Это очень правильно. Он сказал, там нет нефти, газа. То есть там, чтобы жить, надо работать. И они же живут как-то. И вот так благоустроили свой город. Конечно, страдальцы есть везде. Когда я написал о том, как благоустроена Йошкарала, мне пришло в личку сообщение. А вы не были в Йошкарале на такой-то улице, четвертый переулок. Там третий мусорник не выносит вторую неделю. Это глава виноват. Нет, это не глава. Это Путин виноват. А и медведи виноваты. Почему они не выносят мусорник? Вот это страдальцы по всей Руси такие есть. Они пишут, я вам часто говорил, именно в рабочее время всегда комментарии. И еще. Он запретил уничтожать животных в лесах. Большинство местного олигархия в тамошних краях вообще, по ту сторону Волги, по ту сторону, немножко ближе к Уралу, они делали бабки на том, что продавали лес. Слушайте, он запретил. Это хороший показатель. И запретил уничтожение зверей. Ведь америкосы, и мы с вами это знаем, вы знаете, из каких источников не будем выдавать. Я просто это сейчас нашим радиослушателям расскажу. Америкосы проплачивают уничтожение зверей. Звери это тотем российский. Медведь, волк, Китай уничтожает медведей. Совершенно целенаправленно. Лапы, желчные пузыри. Все это наши предатели продают китайцам на сегодняшний день. Соболя продают. Соболя. Ну и волка начали уничтожать. Потому что волк поддерживает энергию леса. Вы знаете, что волк очень хороший семьянин. Он очень добрый по отношению к волчице. Он до конца дней своих не изменяет своей супруге. И кормит, конечно, волчат. Это очень трогательно, как он думает о волчатах, приносит им. Ну, страшная такая картинка немножко. Он отрыгивает пищу. Он берет в себя, съедает, а потом волчатам отрыгивает, чтобы они зимой ели. Но он трогательный, серый, всегда был хорошим семьянином. И за это славяне любили волка. Сегодня идет такая вот кампания. Уничтожить волков в лесах якобы они опасны. Да я видел людей, которые с волками дружны. Вот сидит человек, как старый волков такой, где-нибудь в Забайкалье. А волки подходят, он их кормит. А волки опасны только в определенной ситуации, когда они голодны. Но они из-за нефти не убивают. И они из-за газа не убивают. Волки человечнее людей. Но идет вот такая кампания с подачей американцев. Проплаченная кампания. Уничтожить волка, медведя, соболя. Это еще один тотемный корень России. Энергию России. То, что я говорю, никакие гордоны не поймут. Я говорю, потому что телевизионные передачи построены вот по такому принципу издеваться над всем российским. Вот эта фраза, которой я горжусь. Правильно называют тех, кто не любит евреев, антисемиты. Так им и надо. Правильно. Правильно называют тех, кто не любит негров, расисты. Но почему тех, кто не любит русских, называют правозащитники? Вы знаете, я... Я аж выдохся. Ну нет, это совсем не так, Михаил Николаевич. У вас всегда и второе, и третье дыхание открывается так, что потом... Мне волки и медведи дают ее. Стены в предэфирной студии у нас отрисаются. Люди приходят слушать программу «Униформат» сюда, предэфирку, и получают огромное удовольствие. Как и вы, надеюсь, друзья. Я просто хотел вспомнить, вы сказали, и об этом уже задают наши радиослушатели вопрос, что за игры с долларами. Ну, вероятно, вы об этом сможете рассказать. Я расскажу в следующий раз. Там надо очень точно сказать, как согнуть доллар, какой уголок подогнуть, где что прочитать. У меня нет перед собой доллара, и потом это надо мне восстановить в памяти. Интересно, интересно поиграться с долларом. Я сейчас хочу вернуться немножко во времена своего детства. Я у бабушки в Амурской области, и мне показывают медаль Горбачева, которая находилась на пятирублевой купюре. Если ее правильно сложить, правильно, если сложить пятирублевую купюру, я уверен, что многие из наших слушателей понимают сейчас, о чем я говорю, то фраза «пять рублей», которая представляла собой надпись, заключенную в такой полуовал, что ли, вензелеобразный. Так вот, если ее было сложить, то она становилась идеально круглой, как медаль, и было написано «пей». Я не знал это. Вот наш народ. Скажите, а кто этот пытливый ум, обладатель пытливого ума, который вертел, вертел, складывал, наконец доскладывал до такого состояния? Мне это показал мальчик, которому было лет 10, мне было, по-моему, 8. Гениально. То есть вот пытливый ум, который всегда не на пользу Родине идет. Ведь это месяцами сидел кто-то, складывал, наконец, ура, здесь «пей» получается. Все, я понял, что делать, аллилуйя. Я понял, вот он, аллилуйя. Интересно, да вот такие же есть с долларами. Надо вообще в интернете посмотреть, неужели там нет вот этих приколок. «Пей». Плати, значит. Друзья, у нас сейчас небольшая рекламная пауза, после которой мы обязательно вернемся. Вы сейчас сказали шутку «пей» и «пей», «плати» и «пей». Слушайте, хорошо, это слоган. А вы знаете, в России стали меньше пить. Извините, перед рекламой могу обнадежить больше наркотиков. К сожалению, от алкоголизма уходят народ. И теперь реклама. Что не выход на рекламу, то просто бомба вообще. Наркотики против пьянства. Да, как победить пьянство. Про мэра Торонто же вы знаете, да, который там... Нет, попался на... То есть попал в видеосюжет с ним в интернет, где он под наркотой, ну, там, под алкоголем творит какие-то вещи. И с ним начались слушания публичные. Как обычно себя ведут западные политики, они всегда все отрицают. С Моникой Левинской я не спал, там, с этим я ничего не делал, я не курил, я не... Там, этим не занимался, не воровал и так далее. Этот говорит, да, окей. Я бухал, и я покупал наркотики. А что в этом плохого? Я же то делал свободное от работы время. Программа «Неформат» выходит на свою финишную прямую, чтобы ярко завершить сегодняшний ваш день и перейти к вечеру. А где-то и вечер, пожалуй, где нас слушают в городах. И люди оттуда пишут, Михаил Николаевич, запретите региональным вещателям перекрывать программу «Неформат» всякой ерундой. Сначала мы подумали, что интересно это означает. Вероятно, это выходы глав регионов, которые включаются и говорят, а вы знаете, только что в программе «Неформат» сказали про наш город. Но это не совсем проверенная информация. Да, и, наверное, вот главы города используют наше время для своего общения, как они мониторят, какой рукой они это делают. И вот люди поэтому возмущены, говорят, какой-то ерундой перекрывать. Но вообще, вот мне в личку написали из города Твери о том же. Я скоро буду в Твери, хочу вам сказать, 25 декабря я буду. Если это так, я прямо на концерте расскажу о тех, кто это делает. Действительно, друзья, прекратите это. Почему? Потому что мы одобрены администрацией президента. И, во-первых, им нравится, что есть где-то свободомыслие. Потому что наша администрация президента, и сейчас и президент, докладываю вам, я знаю это из достоверных источников, возмущены тем, что нет здравомыслия. Никто не высказывает собственные мысли. Все ждут, когда свои собственные мысли они узнают от президента. И они приветствуют то, что мы говорим с позиций патриотических о сегодняшней жизни в России. В конце концов, я выскажу свое мнение, мы им даем возможность говорить, что у нас есть свобода слова в стране. А вы, запрещая где-то и перекрывая нас, вы практически против демократии. Вы знаете, что за это может быть? Да я Путину напишу. Да мы вам оторвем все ваши неправильные органы. Окончания. Окончания. Да, это потому что в учебниках они неправильные. Тверь, вы подумайте об этом. Друзья, у нас есть наша традиционная рубрика, это Блиц. Вопросы, которые в течение программы приходили, Михаил Николаевич, наши редакторы отобрали самые интересные из них. Давайте послушаем и пытаемся в коротком режиме вашими словами на них ответить. Добрый день, звоню вам я, Игорь из Новосибирска. Посмотрел по новостям и долго смеялся. В Штатах мужчина спас из пожара пиво. Михаил Николаевич, может быть между нами и америкосами больше общего, чем мы думаем? Они более мелочные, чем мы. Он пиво спас. А я знаю мужика, который самогонный аппарат в первую очередь из пожара вынес. А потом уже пиво. А пиво у него вообще в другом месте хранилось. Он его берег от пожара заранее. Знаете, интересный про самогонный аппарат. Гениально, конечно, мы с Измайловым были в одном городе на гастроле. Простите, я всегда вспоминаю что-то. И была борьба с антиалкогольной кампанией. Помните, антиалкогольная кампания с алкоголизмом была при Горбачеве. И старушка к нам подошла, говорит, вот вы все знаете, я вас по телевизору видела. Ну, раз по телевизору видела, человек, конечно, все знает для нашего телезрителя. Скажите, а что это означает? И Измайлов гениально ей говорит, это надо регистрировать бабусь самогонный аппарат. Она говорит, а где? Он говорит, в любом районном отделении милиции приходит к участковому. И эта бабуська пошла к участковому и говорит, милый, где у вас самогонный аппарат регистрирует? Мне Задорнов с Измайловым сказали. Он репу почесал, говорит, бабусь, у меня, правильно. Только что я буду вас по одному? Ты собери всех в подъезде, приходи, всех зарегистрирую сразу. Чем дело уже закончилось, не знаю, мы уехали. Давайте следующий вопрос. Добрый день, Михаил Николаевич, Алексей, Тюмень. У меня вопрос о приятном. Скоро начнутся новогодние праздники, корпоративы. Говорят, леп стоит 5 миллионов, Пугачева 11 миллионов. Михаил Николаевич, за сколько можно пригласить на корпоратив вас к нам в Тюмень? Спасибо. Вот более обидного вопроса он не мог задать. Такое ощущение, что он сейчас позвонил в цыганский табор, где один цыган ему в одну цену назначил, другой, а этот подешевше будет, которого можно вот так вот пригласить. А он вообще, интересно, скажите, пожалуйста, а вы знаете, что, с чем я выступаю? Я ведь не пою, не танцую, или вы меня путаете с Борьей Моисеевым? Вообще интересная заява такая. А я буду думать, за сколько я вам приеду, спою и станцую. Песни Бори Моисеева причем. День добрый, Михаил Николаевич. Я Иван из Астрахани. Я звоню в возраст, узнать авторитетный журнал Forbes назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком мира в этом году. Михаил Николаевич, а вы согласны с выбором этого американского издания? Я вообще Forbes не читаю, потому что Forbes многие проплачивают наши, особенно олигархи, чтобы их там напечатали, что они на седьмом, на восьмом месте. Это проплаченные издания. Я думаю, что Путина, они, путинская челядь ничего им не проплачивала, потому что им иногда надо скандальные обязательно такие размещать их выводы. И тогда к ним будет приковано внимание, и тогда они смогут взять бабки с того, кто хочет за Путиным быть сразу. И это будет просто дороже стоить, для них бизнес. И в этом смысле Путин правильно ответил недавно корейскому журналисту. Он же в Корее был сейчас, да? Он подарил им щенка. Продолжение истории с котенком. Продолжение истории с котенком, которого он подарил Японии вместо курил. Значит, вот, извините, он четырех котят подарил. Кунаширы, Турупу, Рупу и Шикотан. А здесь он щенка подарил. И корейцы говорят, да ладно, мы уже на этом деле собаку съели, сказали они. Он ответил, да, действительно. Он ответил очень хорошо. Он говорит, если это имеется в виду заслуги России в мире, ну хорошо, тогда я пойму. Но он этим самым как бы сразу отстранился. И правильно, потому что Форбсу плевать на заслуги России в мире. Ему надо, чтобы платили бабки за распределенные им, Форбсом, места за те деньги, которые проплачены олигархием. На этой неделе произошло еще одно событие. Я предлагаю закончить. У нас есть такая интересная история, которую мы именно в программе «Неформат» делаем. Мы собираем такие хитовые, назовем их, высказывания различных политиков и переводим их на язык танцпола. Поскольку именно наша молодежь понимает, пожалуй, только язык ног. Ну, Владимир Владимирович, надо было делать ремиксы какие-нибудь, я думаю. Вы смеетесь, сделали, что ли? Мы сделали, да. Это была моя мечта сделать его высказывание. Я признаюсь честно, на целый ремикс не хватило. Но то, что происходило вокруг этого события, настолько всколыхнуло информационное поле, что пройти мимо этого мы не могли. Итак, при посещении Кореи Владимиру Путину был вручен черный пояс по Тэквондо. Ой, я не знал. Да. И сразу же присоединился девятый дан. Боже мой. Но это же нарушение традиции. Видно было, да, что именно этим и смущен был наш президент, потому что он сказал, что я не ожидал, во-первых, и во-вторых, я не достоин такого высокого звания, потому что он занимается вообще-то дзюдо. Но, тем не менее, южнокорейцы выполнили свою миссию, сделали это надлежащим образом. И после этого сразу там возникла истерия в интернете. Ну, то есть щука эта 20-килограммовая и так далее и тому подобное. То есть какая-то гигантомания. Настолько ли это страшно, то, что президенту России вручают, ну, может быть, не по заслугам, а может быть и по заслугам, какой-то отличительный, что ли, знак. Вот, например, у вас значок ГТО, Михаил Леонидович. И еще мне китайцы подарили пояс 14-го дана серо-буро-малиного цвета по акупунктуре. Я иголки очень хорошо вставлял всегда. А потом, это была традиционная игра, которая потом перенесла в дартс, переросла. Кидать. Итак, я так аккуратно, медленно подвел к тому, что у нас сейчас будет наша рубрика, которая называется «Полидэнс». И ею мы с вами прощаемся на сегодня. Буквально сейчас еще минута. Ну, тогда мне одно слово, последнее слово заключенного. Я хочу сказать, что вообще это для меня не имеет значения, что ему подарили в Корее. Для меня имеет значение, что раз старались подарить что-то ублажающее, значит, отношения еще с одной страной будут налаживаться. И все. Больше меня в этой ситуации ничего не интересует. А что касается еще заключительного слова, я бы ответил вот на какую пришедшую в личку сообщение. Как вы относитесь к здоровому образу жизни? Для меня это самое главное. Почему я хочу себя хорошо чувствовать? Я хочу увидеть, как снова народы будут более мирно жить, которые существовали мирно в Советском Союзе. А для этого, вот у меня 65 лет в этом году, это мой полу-юбилей. Будет в театре эстрады. 29-го числа все вилеты проданы, на 30-е мы открыли второй концерт по договоренности с Хазановым. Конечно, 29-го ноября и 30-го ноября. Но я вот что боюсь, я боюсь, что интернетовские перекупщики уже скупили билеты и выкладывают по 6-8 тысяч. Друзья, кто захочет прийти на этот полу-юбилей, ну полу-юбилей почему 65 лет, это ровно полжизни пройдено. Еще 65 лет надо прожить минимум, чтобы видеть, как народы станут дружнее. Быстрее это, видимо, не произойдет. Вот поэтому я о своем здоровье и забочусь. И по второй причине, я не люблю себя плохо чувствовать. Многие не заботятся о здоровье, плохо себя чувствуют и живут. У них есть сила воли. А я всегда говорю, у меня силы воли нет, поэтому я должен себя хорошо чувствовать. А насчет театра эстрады, я хочу сказать, все-таки старайтесь покупать билеты или в театральных кассах, или в театре эстрады. Ну, мне погано, когда люди приходят ко мне на концерт, заплатив 8 тысяч, и это идет в 6 тысяч перекупщикам. Ну, не люблю я торгашей. Ну, что вы будете делать? Они предлагали мне выступать у них часто, вот как этот человек по звонку. Я всегда говорил, ребят, ну что вы мне хотите платить безумные деньги? Приходите в театр, где я выступаю. Содружество актеров на Таганке. И вам гораздо дешевле это обойдется. Но им западло, они крутые. Вот, собственно, наверное, я все сказал. В двери не проходят столики с едой. Ну что, друзья, спасибо большое за то, что провели эти два часа вместе с нами. Спасибо за то, что слушаете радиостанцию Юмор ФМ. Мы обязательно вернемся к вам снова. А сейчас обещанный полидэнс, где вся мировая общественность с восторгом наблюдает, как Владимиру Путину вручался девятый дан по Техмондо. Полидэнс, половой танец, Т на Д меняется. Смотрите, прямо русское слово. Вы же сейчас музыку сделаете. Концент. Овладатель черного пояса по карантесу получил еще и черный пояс под Техмондо. Под Техмондо. Печет с девятым данным. Под Техмондо. Стал великим или гранд-грандмастером. А Техмондо переводится дословно как путь кулака и ноги. Кулака и ноги. Кулака и ноги. Или путь ноги и кулака. Представители Семирной федерации Техмондо. Вручили главе государства поясы для диплома присвоении ему девятого. Да, да. Опан, как нам стал. Путин дэнк, дэнтон юн кэсо нэн. Путин дэнк дэнтон юн кэсо нэн. Сурл чу аси го, масяна дрэчу аси го. Путин дэнтон юн кэсо нэн. Чего нэк, рэсиа ра. Путин дэнтон юн кэсо нэн. Путин дэнк 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 дэнк. Как Путин отреагировал на свое новое звание? Я имею в виду черные поясы Дерридан. Это высочайший уровень мастерства. В этом виде единоборств. И в мире всего несколько человек. И в мире всего несколько человек. Он подает таким же поясом. Вот что сказал Путин. О, панкангамстан! Я вас хотел бы поблагодарить внимание ко мне лично и за то, что делаете так много для развития спорта. Реклама Генеральный партнер проекта Камо Евро Дорогие друзья! Наверное, каждый из вас хочет в жизни сделать доброе дело. Помочь детям-сиротам. Оказать помощь безнадежно больным. Поддержать организацию творческого фестиваля для талантливых детей. iMoneyBank дает вам возможность помочь людям. Для этого вам необходимо войти на сайт Доброе Дело. Адрес сайта www.objea.ru Также войти на сайт можно через официальный сайт iMoneyBank. Либо через группу iFamily ВКонтакте. Войдя на сайт, вам необходимо выбрать одно или несколько добрых дел. Нажать на клавишу «Поддержать проект». Для осуществления перевода вам необходимо пройти авторизацию. Если у вас есть учетная запись в интернет-банке iClick, воспользуйтесь ею. Введите номер вашего мобильного телефона и пароль. После прохождения авторизации вам необходимо выбрать Доброе Дело, на которое будут перечислены ваши денежные средства. Указать сумму перевода. Нажать на клавишу «Перевести». Осуществить перевод. На номер вашего мобильного телефона вы получите СМС-код, который необходимо ввести в программу. Далее нажать на клавишу «Перевести». Ваш перевод выполнен. Вы только что помогли человеку. Ваш сегодняшний день прошел не зря. Также вы сможете выбрать проект, на который будет осуществляться автоматический платеж. Клиентам, подключившим перечисление 0,5% от предоставленной скидки на автозаправочной станции или открывшим вклад в сейф автокопилка Доброе Дело, предоставляется возможность выбора дела, которое они хотят поддержать. Для того, чтобы подключиться к автоматическому платежу, достаточно нажать соответствующую кнопку в карточке выбранного дела. Вы в любой момент можете изменить свой выбор и подключиться к поддержке другого проекта. Но единовременно можно автоматически поддерживать только одно дело. При этом у вас остается возможность жертвовать деньги на любые другие дела со своего счета. Для увеличения или отключения суммы перечислений вам нужно войти в интернет-банк iClick. Для входа в интернет-банк iClick воспользуйтесь сайтом iMoneyBank или введите в адресной строке адрес iClick iMoneyBank.ru Ввести свой логин и пароль, выбрать карту автокопилка. Во вкладке «Настройки» вы сможете отключить или увеличить процент перечисления. При увеличении процента перечисления на номер вашего мобильного телефона поступит SMS-код. Процент вашего перечисления успешно изменен. Корзина платежей Корзина платежей была создана для удобства пользования. Вы можете выбрать несколько проектов, которые хотели бы поддержать, и добавить их в корзину, нажав клавишу «Сохранить под каждым из проектов». После того, как вы закончите выбирать дела, необходимо подтвердить платеж или нажать на свой профиль и зайти в платежи, где необходимо будет нажать кнопку «Осуществить платеж» или отказаться от некоторых пожертвований. После того, как вы нажмете кнопку, произойдет автоматический переход в iClick, где необходимо будет ввести код, полученный в SMS, на номер, к которому привязана ваша карта. После нажатия «Перевести» ваше пожертвование моментально попадет на счет дела, и вы сможете увидеть увеличившуюся сумму собранных средств и свое имя в участниках карточки дела. iClick – это интернет-банк iMoneyBank. Мы не случайно предлагаем создавать дела только клиенту нашего банка или желающим им стать. Это делается для безопасности и проверки пользователей, чтобы мошенники не просочились в нашу социальную сеть взаимопомощи и не украли деньги, которые могли пойти действительно нуждающемуся человеку или на важный проект. Способы поддержки проектов Помимо привычной помощи через кнопку «Поддержать», существует еще два способа финансирования проектов. Первый. Вы можете включить автоматическое отчисление от 0,5% до 2,5% кэшбэк в нашем интернет-банке iClick. Для этого зайдите в iClick, карты, настройки, Далее передвиньте ползунок на процент от кэшбэка, который вы хотите отчислять в Доброе дело. Второй. При открытии вклада сейфа «Автокопилка.Доброе дело» 0,5% от сверхфиксированных процентов ставки будут отчисляться банком от вашего лица в Доброе дело, как благодарность за пользование нашими услугами. Пользуясь любым из двух перечисленных способов, вы можете автоматически отчислять средства в общий фонд Доброго дела, который впоследствии будет перераспределяться между проектами. Либо можете включить автоматический платеж и поддерживать выбранное вами дело.